Уникальный памятник архитектуры, дом архиерейского подворья, обрел вторую жизнь. Здание в центре Самары построено в начале 20 века и предназначалось для размещения правления Самарской губернской епархии. С начала 2000-х не эксплуатировалось и пришло в упадок. Восстановление началось три года назад, в преддверии Чемпионата мира по футболу. Фасад решено было воссоздать в соответствии с первоначальным обликом на момент 1905 года. Внутри помещение превратилось в современный офис. Средство на это направила немецкая компания «Линде Рус», которая теперь арендует помещение и открыла крупнейший инжиниринговый центр. Здесь будут работать не только иностранные специалисты, но и самарцы. В этом офисе работают три иностранных специалиста, остальные – россияне. Они будут сопровождать крупные проекты «Линде» по России и в странах СНГ. Компания «Линде» вложила в реставрацию самарского памятника архитектуры больше 100 миллионов рублей. Средства направили на внутреннюю отделку, мебель и технику. Современный офис оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Новая жизнь памятника архитектуры – еще один пример системной работы правительства региона по восстановлению заброшенных и недостроенных объектов под нужды крупных компаний и государственных учреждений. В этом году в Самаре открылся Дом правосудия, завершается строительство шестого кассационного суда. Внимательное отношение к инвесторам и профессионально подготовленные самарскими вузами инженеры. Немецкая компания сделала выбор в пользу Самары не случайно. Для Самарской области это, конечно, очень важно, поскольку наряду с традиционными компетенциями в сфере аэрокосмической, машиностроения, химии, нефтехимии, для нас крайне важно еще одну компетенцию за нашим регионом сохранить – это инженеры. Немецкая делегация приехала в Самарскую область на российско-германский форум, на котором руководители более 70 компаний налаживают новые торгово-экономические связи. В регионе уже работают несколько крупных иностранных предприятий. Гости предложили Самарской области поучаствовать в одной из крупнейших выставок в Берлине. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События.